Если мы хотим быть богобоязненными в намазе, то нужно думать, что это, представлять, что это последний намаз. Может быть, уже последний сегодня намаз мы прочитаем, может быть, до следующего намаза мы не доживем. Поклоняться Аллаху, как будто ты его видишь. Если ты его не видишь, то он тебя видит. Представь рай и ад справа и слева. Сырат, на котором мы будем все идти в судный день, под собой представь. Посмотри, что завтра ты уже уйдешь из этой жизни. Тебя положат в могилу. Всех нас положат в могилу. Размышляй о своей могиле много у Абдуллаха. Потом скажи Аллаху Акбару. И размышляй об этом намазе. Успокойся в намазе. Ихча. Бойся Аллаха, субхану и та'аля. Размышляй то, о чем ты будешь читать в намазе. Тогда, иншаллах, твой намаз, иншаллах, наш намаз будет обретен богобоязненность. Салли Амра ибн Абдулазиз лейлатан. Фаэхадайябки ва хуа юсалли. Мин аятин караааа. Мастатааа ан юкмилаха. Амра ибн Абдулазиз читал намаз. И не смог, когда дошел до аята, не смог его закончить. Весь намаз у него в этом аяте был. Фаэнзар тукум нааран таладзла. Ла яслаха илля ла ашка. Всевышний Аллах говорит. Я предупредил вас об аде, который горит, пылает. Войдет в него, дабы печься в нем лишь самый несчастный. Не смог закончить аят. Заплакал, расплакался и повторял этот аят. Фаэхадайябки ва бакаман халфау фи салатин хантер таджал масжиду бельбука. И так он плакал. И все мусаллим, все, кто с ним читали намаз, заплакали, что мечеть затряслась от такого плакания. Кана баадум ида салла казубейр, каэннаху амуд мин тулик ямиев мин сабати. Такие были сподвижники Салихин, как Зубейр. Если он молился, он подобно столбу. Стоял, не двигался, не отвлекался. Полностью был направлен на свой намаз. Янзур иля маудзи ас-сужуд. Смотрел на сужуд. Не смотрел по сторонам. Не доставал телефон, не проверял. Смотрел только на сужуд. Я вилюна кулля ма яшгилю нахум фимусаллахум. Куллум кану. Я стачьирун анна Аллаха ястякбилюхум фиссаллахум. Все они знали, чувствовали, что Аллах на них смотрит в этом намазе. Я куллю ибн Аль-Кайм, рахмаху Аллаху. Ибн Аль-Кайм, рахмаху Аллах, сказал. У раба Всевышнего есть два положения, два стояния. Ида салуха ал-авваль, салуха ал-ахар. Если первый будет выполнен правильно, то, иншаллах, и последующий, он преуспеет. Если будет нехорошим, неправильно выполнен первый, то и второй, во втором он не преуспеет. И спросили его, какие же это два стояния, какие же это два положения. Первое положение – это его намаз, его молитва в этой жизни. Это расчет перед Всевышним Аллахом в судный день. Некоторые люди иногда шайтан его сбивает во время намаза, нашептывают что-то, какие-то мысли лезут. Если это случилось, скажи «аузу биллях» и дальше продолжай намаз. «Истаид биллях». «Истаид билляхи мина шайтанир-раджим». Когда мы говорим «Аллаху Акбар», должны понимать, что мы стоим перед Всевышним Аллахом, мы восхваляем Аллаха, восхваляем Аллаха в руку, делаем сучуды, дуа просим. Мы стоим перед Всевышним Аллахом, субхану ва-та'аля. Полностью наши сердца должны быть заполнены трепетом перед Всевышним Аллахом, субхану ва-та'аля. И это будет истинная молитва. Истинный намаз – это когда человек, таслим делает, выходит из намаза, и какой-то остался у него след от намаза в его сердце. А Саид и Абдул-Азиз сказали об одном из праведных. Мы слышали, когда он молился, как его слезы падали, звук слез, когда они падали на пол. Суфиан Ат-Саури, саллал Магреба в Харам, в Сахне Аль-Ка'ба, саллал Магреб, саллал Сунна. Суфиан Ат-Саури, прочитал намаз Магреб в Межиде Аль-Харам, после намаза этого, после Магреба намаза, прочитал Сунну. И когда он читал этот намаз Сунну, пошел на Сажда и не поднял голову, поднял голову тогда, когда услышал Ат-Саури на намаз Аль-Харам. Они знали, что намаз без богобоязненности – это не намаз. То, кто хочет быть богобоязнен в намазе, пусть он готовится. Перед тем, как начать читать фарт пораньше, если есть возможность, перед Азаном приходить в мечеть, прочитать Сунну. Между Азаном и Икамом попросить дуа у Аллаха, что-то прочитать из Кур'ана. Забудь про эту жизнь, про дуня, на это время. Вспоминай то, что завтра тебя положат в могилу. Когда сказал Аллаху Акбар, знай, почему Аллах Субхану Талли сделал Аллаху Акбар? Это слова, с которыми ты заходишь в намаз, потому что, чтобы мы знали, что выше Аллаха, выше величия Аллаха ничего, никого нет. И значит, ты перед Ним стоишь. Кто-то поклоняется идолам, кто-то еще чему-то деревьям поклоняется. Аллах Субхану Талли тебе карам дал. Он тебя избрал, альхамдуллях. Он тебе дал подарок, то, что ты Ему поклоняешься, а не дереву. Ты не поклоняешься солнцу, ни луне, ни корове, как в Индии. Ты поклоняешься Всевышнему Аллаху Субхану Талли. Это подарок для тебя. И знай, что в величии Аллаха никого нет. И полностью в свое сердце. Не думай об этой дуне, а в намазе думай о Всевышнем Аллаху Субхану Талли. Минай иногда, когда в суннате ты читаешь адзкар, зикры, которые в сучуде. Много адзкаров. Когда читаешь намаз, постоянно одну и ту же сурну не минай. Выучи что-то из Кур'ана. И знай, что путь к успеху – это наша богобоязненность в наших намазах. Спасибо. Спасибо. Спасибо.